По улице Заречной живут люди, за речкой туда, это река наша Куржип. Сделанный был этот висячий мост. Люди ходили и в сады, и рабочие. Вот, допустим, я работала в садах, я тоже ходила по этой кладке на работу в сады. А сейчас никак нельзя, потому что было большое наводнение, этим бревном деревом снесло эту кладку. Люди ходили там по канату, корреспонденты были, и с телевидения были, зафотографировали это все, обещали. Ну, обещали, обещали, сделали, как не сделали, но сделали, но все равно не доделано. Доски пополоманные, трост, который вот держаться можно было, нельзя держаться, потому что оно перегинается. Хоть бы укрепили его, чтобы можно было держаться, чтобы можно было пройти. Подъем большой, спуск тоже очень крутой. Ну, вот как можно проходить по этому мосту, никак не пройдешь. А тем более инвалиды. Жителей там 14 семей. Ну, вот как можно жить, я не знаю, и до кого можно обратиться. До Путина. Писала я, как вам сказать, этому Петрусенке. Мое письмо отправили опять на этот, на Краснооктябрьское сельское поселение. Бондарцу. Бондарцу писала, тоже так же самое. Есть у нас тут еще тоже какие-то недостатки. Очень много у нас этих недостатков. Если бы приезжал наш этот бондарец Андрей Юрьевич, он никогда не собирался, не приезжал здесь, не проводил с нами беседу никакую, ничего. Люди некоторые даже не знают, что он себя представляет, этот бондарец. Никто не знает, а ведь он глава у нас. Бесполезно, в общем. Обещали, что на четвертом квартале мы все сделаем. Так уже какой пошел квартал? А писала я в прошлом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова